Занецкий район, Сосновка. Здесь Андрей Лазарев окончил школу, потом получил диплом учителя физкультуры, но жизнь привела его в бизнес. В начале 2000-х с нуля создал предприятие Алтай-Тара, которое стало успешным. Все, что зарабатывает, Андрей Лазарев вкладывает в производство и в развитие Сосновки. Построил здесь ферму по разведению геррифордов и стал создавать условия для жителей села. Высокие парни в спортивном, в Сосновке явно выделяются. Игроки школы Алтай-Баскета – будущее краевого спорта. Уже не первое лето они приезжают сюда тренироваться. Воздух, который у нас здесь, в предгоре Солоевского кряжа, им очень нравится. При условии хорошего питания, свежего воздуха, они достигают результатов. Ну и по дисциплине у них там все отрога-настрога. Эту площадку предприниматель Андрей Лазарев построил за свой счет, чтобы детям в поселке было где заниматься спортом. Качество площадки оценили и профессионалы. И с 2019 года в Сосновке появился большой баскетбол. Во время сборов спортсмены живут в гостинице. Ее отремонтировали с помощью Андрея Лазарева. Доход от гостиницы остается в селе, так что у Дома культуры расширились возможности для интересной работы. До 140 человек у нас посадочные места. На Новый год у нас люди стоят. То есть у нас востребованный Дом культуры. В отличие от многих домов культуры края, здесь есть даже возможность смотреть старые фильмы на пленке. В Сосновке восстановили киноустановку с советских времен. Аппаратура, она хорошая, можно любое, широкоформатная. Здесь были лишь бы пленки. А люди ходят смотреть? Да, приходили. Но они пожилые или? Не, молодые, интересные. Однако даже для того, чтобы бесплатно показывать фильмы, нужна лицензия. Андрей Лазарев обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву с просьбой помочь разобраться с этой проблемой и получить несколько кинолент. Посмотреть ретрофильмы можно и дома. Их часто демонстрируют по различным телеканалам. Но вот этот совместный просмотр, он создает другой уровень погружения, сопереживания. И, наверное, позволяет человеку провести, наверное, более глубокую самооценку своих чувств и переживаний в отношении тех героев, которые они видят на экране. И это, безусловно, очень важно. Участие в общих делах, будь то просмотр фильма или концерт, субботник или соревнования, формирует опыт и помогает осознать свои жизненные цели, уверен предприниматель. Популяризация села – это наша цель. Ну, вторая. Первое – это воспитание молодежи к спорту, приучение, к труду, к целеустремленности. Андрей Лазарев уверен, что личным примером и общими усилиями возможно и заинтересовывать, и развивать. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.